Автодилеры Прапор и Джиха Дурак! 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 Не менее важными негативными аспектами нашей жизни, такими как глобальное потепление. Оставим в стороне прочие проблемы и перейдем к игре. Начнем, как водится, с изучения меню. На фоне лихо скачущего по буеракам джипа выставляем настройки игры, а также выбираем ее тип. На выбор нам доступны несколько видов игры. Карьера, чемпионат, быстрая или аркадная гонки и мультиплеер для двух игроков на одном экране. Мы решили сперва попробовать режим карьеры. Выбираем соответствующий пункт и нашему вниманию предлагается посмотреть карту мест будущих заездов, купить авто для гонки и полюбоваться на него в гараже. На выбор доступны 18 стальных коней, таких как Escape, Defender, Range Rover. А вот тюнинга в игре нет. И правильно. Мы же не понтоваться едем, а покорять бездорожье. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Поехали. Но что это? Вместо разухабистых трасс и непролазных луж чистенькая почти стерильная пустыня, ровная полярная снега и проселочная дорога российской средней полосы отличного качества. Где говны? С чем бороться? Машина обиженно ревет на старте. Педаль газа в пол. И вот наш полноприводный друг в компании пятерых соперников лихо скачет по искусственным кочкам, насквозь проезжает кактусы и фикусы и рвется к победе. Противники не совсем понимают, что мы хотим выиграть, и поэтому охотно пропускают нас на поворотах, не применуя потолкаться друг с другом. Кстати, при столкновении от машин отлетают непонятные треугольнички и снопы искр. А если вы уж совсем круто въехали, из автомобиля повалит реденький черный дымок. Впрочем, биться насмерть вам не дадут. Во-первых, по трассе разбросаны ящички с ремкомплектом. Наехал на такой и снова живой. Во-вторых, от бордюров, скал и прочих ограждений наш внедорожник отскакивает как резиновый мячик. Таким вот образом, обскакав противников, приезжаем к финишу первыми. Лишь за тем, чтобы получить новое задание. Собрать на трассе разбросанные монетки размером с канализационный люк. Или показать на круге лучшее время. Или собрать все ремкомплекты на дороге. Или, в общем, не важно, что мы делаем. Игровой процесс всегда будет один и тот же. Уныло едем, уныло обгоняем противников, уныло тыкаемся в невидимые бортики, уныло приходим к финишу. Радостей нет. А что же нам предлагают другие режимы? Да то же самое. Унылая езда. Единственная радость – мультиплеер с другом. Но захочет ли друг уныло ездить и уныло тыкаться в бортики? Тем более, что графика в игру явно пришла с опозданием на несколько лет. Короткие, плохо нарисованные трассы, лесенки полигонов, размытые текстуры и убогое освещение. Не спасают дело даже новомодные шейдеры. Художники явно получили зря плату. Короче, не зачет. Не отставим и звуковому сопровождению. Его так мало и оно такое плохое, что будем считать, что его просто нет. А вот музыка в игре есть, причем неплохая, но на всю игру лишь 4 трека, причем явно исполнены группой ПТУшников второго курса в свободное от занятий время. Зато вот управление отличное. Всего три кнопки. Газ – влево и вправо. Тормоз заменяет отпущенная кнопка акселератора. Воистину, простота хуже воровства. В итоге нарисовался проект с плохой графикой, однообразным и нудным геймплеем, примитивным управлением и недоразумением вместо звукового сопровождения. Целевая аудитория – глухие и подслеповатые люди с нарушениями функций мелкой моторики. Оценка GamesTV – 3 балла, и это только за слово «Форд» на обложке. Дорогие друзья, если вы решите побороться с бездорожьем, запустите в очередной раз Colin McRae Dirt или MotorStorm. А лучше всего с другом в УАЗик и в деревню на рыбалку.